Продолжение следует... Судя по всему, люди погибают, не успев доехать до фронта, что называется. На подступах к боевым позициям. Евгений Алексеевич, я бы на самом деле не очень сильно, как это вам сказать, в украинском обществе тоже есть болезнь такая, и в украинском экспертном сообществе. Преуменьшать опасность, преуменьшать боеспособность российской армии, по-любому она, скажем так, сила большая, по-любому наши люди гибнут, и победы на фронте, и вообще война дается тяжелой ценой. И по-любому, когда... Вот смотрите, в чем проблема. Тут есть два фактора важных, которые я неплохо понимаю. С одной стороны, когда у тебя действительно есть большой ресурс людей, даже не обученных, которых ты используешь как расходный материал, это проблема. Это, ну вот, я помню заметки, нечто подобное было и в советской Красной Армии времен Второй мировой войны. Поговаривали о том, что немецких пулеметчиков вынуждены были психологически реабилитировать, потому что они попадали в ситуации, когда огромная масса людей бежит на пулемет, которые, условно говоря, со стороны Красной Армии, они ложат их сотнями, а они продолжают бежать. И это тяжело для любого, действительно могут кончаться пули. Поэтому, когда... А сегодня, не в таких, наверное, масштабах, не так, но в подобной стилистике, говорят, действуют и российские военачальники на фронте. Что имеется в виду? Это уже фактор второй, что по-любому люди, попавшие на фронт, вынуждены, сохраняя свою жизнь, научиться воевать. И тут уже неважно мотив, они за кого там воюют, за Сталина, за Родину, они воюют за себя. И чтобы остаться живым, надо просто уметь воевать, надо уметь окапываться, надо уметь отстреливаться, надо уметь прятаться... А я бы сказал, надо уметь вовремя сдаваться в плен. Ну, вот кто-то и в плен сдается. Но, еще раз говорю, так вот, смотрите, после 9 месяцев войны в сегодняшней кадровой российской армии очень много людей погибло. По данным нашего генштаба, там, по-моему, уже около 70 тысяч погибших. Но те, что остались, это люди обстрелянные, это люди опытные, это люди, имеющие высокую боеспособность. Так вот, чтобы их сохранить, и это военачальники понимают, они закрывают дыры и посылают вновь мобилизованных, которых не жалко, которых не надо учить, которые так ничему не научатся, вот, скажем так. И после того, как волна таких мобилизованных уничтожается, на них тратится боезапас и силы армии, попозже на каком-то втором этапе уже вступают более, скажем так, боеспособные части. Расходный материал, и по-любому это для Украины тяжелая ситуация, потому что пока ресурсов, людских ресурсов у России много, и возможность, скажем так, мобилизовать людей есть. Да, бегут, из страны бегут, те, кто не хочет воевать, да прячутся, да, много есть тех, кто принимает решение сдаться. Но по-любому людской ресурс, как и во время Великой Отечественной или Второй мировой войны, более чем достаточный и большой, так вот у России он и есть. Я уже не говорю о том, что все еще много вооружения, все еще много артиллерии, все еще много зарядов боезапасов, поэтому вот шапкозакидательские и, скажем так, парадные реляции пока еще рано. Эта война будет длиться долго, победа будет даваться тяжело, русские учатся воевать, и у русских ресурсов для войны еще много. Да, они уже, очевидно, не способны к наступлению, им не светит завоевать и победить, но создать огромные проблемы для украинской армии и сделать эту войну очень высокой по цене для Украины, да, это у России есть, и пока еще до победы далеко. Пока, условно говоря, надо готовиться, во-первых, к долгой войне, надо готовиться серьезно и, к сожалению, четко понимать, что наши солдаты тоже гибнут, и гибнут в немалых количествах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова